До выборов в Государственную Думу остается около трех месяцев. По прогнозам экспертов, явка на них составит только 52%. Узнаем у москвичей, пойдут ли они голосовать. Да, пойду. Ну, привычка уже. Каждый раз ходим, голосуем. И, в конце концов, от нашего решения, наверное, зависит, кто будет нами руководить. И определенные претензии можно предъявлять нашим депутатам. Если я голосовал, значит, свои претензии я могу высказать. Я не пойду на выборы, потому что я считаю, что штат наших депутатов очень большой. И страна не может их содержать. Просто я считаю, что выборы там уже до нас все выбрано. И все места уже до этого заняты. А это считается чисто на публику. Кто, куда выбирает. Ну, скорее всего, пойду, потому что, как бы, я вообще еще ни разу не ходил на выборы. Я считаю, что нужно сходить, проголосовать за кого-нибудь. Я считаю нужным. И то, что это, в первую очередь, нужно для меня и для моего государства. Чтобы мой голос, в принципе, решал, так сказать, учесть моего государства, народа. Вот не как сейчас, не как в Советской Риме была одна партия у нас. Вот. Ну, официально, если бы была одна, и все, буду их не было. Сейчас официально еще и другие, кроме одной. Поэтому надо как-то свой голос отдать. К демократии все-таки. На выборы пойду обязательно. Я считаю своим долгом ходить на выборы. И первый год пойдет моя дочь, которой вот исполнилось 19 лет. Вот. И она очень ждет выборов. И всегда, всю жизнь ходила маленькая со мной. И будет ходить. Я воспитываю детей своих просто. Ну, что мы обязаны принимать свое участие в жизни страны. Да, я пойду на выборы. Хотя альтернативы толковой правящей партии нет. Ну, а, честно говоря, за правящую партию тоже, собственно, не хочется голосовать. То я пойду на выборы. И я верю в демократию хоть какую-то. НТД. Москва. Россия.